Привет, друзья! Думаю, нет никаких сомнений, что события 2020 года навсегда войдут в историю. И уж точно никто из нас ещё пару лет назад не мог и представить, что нам придётся пересмотреть свой привычный образ жизни и свои ценности. Пандемия так или иначе, но коснулась практически каждого человека на нашей планете и в итоге всех нас изменила. Но кроме всего перечисленного, пандемия нанесла огромный удар и по экономике стран, оставив десятки миллионов людей без работы и средств к существованию. И, к слову, не миновала эта беда и героиню нашего видео по имени Роза, которая также оказалась весьма сложной для себя ситуацией. Но именно её история, которая произошла совсем недавно, буквально за считанные дни облетела весь мир и не смогла оставить равнодушными миллионы людей. И поверьте, она восточно удивит и порадует. Но обо всём по порядку. Роза – самая обычная жительница Нью-Йорка, которой в жизни пришлось очень несладко. Родилась она в бедной семье, а отец ушёл от матери, когда ей было всего 4 годика. С тех пор маме пришлось буквально тащить на себе не только её, но и маленькую сестричку по имени Эмили. Женщина трудилась на нескольких работах и всё же смогла поднять детей на ноги. Окончив среднюю школу, у Розы не было денег на колледж, а поэтому мечтать о высокооплачиваемой работе не стоило, и она перебивалась мелкими подработками. Несколько лет она проработала официанткой в небольшой кафешке, а после этого устроилась уборщицей в элитный жилой комплекс в центре Нью-Йорка. Стоит отметить, что Роза быстро втянулась в новую работу и трудилась на славу. Она всегда относилась к работе серьёзно, и большинство жителей комплекса были приветливыми и радушными к ней. Роза не успела оглянуться, как уже проработала в этом комплексе уборщицей целых 20 лет, и абсолютно каждый его житель очень хорошо её знал. Но как бы там ни было, а за эти годы, к сожалению, женщина так и не обрела женского счастья. При этом она не расстраивалась и всегда несла людям лишь один позитив. И может для кого-то это покажется странным, но Роза считала, что её жизнь сложилась неплохо. У неё была любимая работа и доход, который позволял снимать и небольшую квартирку, и ещё даже оставались деньги на себя. В общем, можно было жить, но всё изменилось с приходом нещадного вируса. Так уж случилось, что пандемия оставила Розу без работы и денег. «После того, как я потеряла работу, я и не знала, что мне делать, за квартиру платить было нечем и выход оставался лишь один. Мне пришлось переехать к сестре и ютиться с ней в тесной и арендованной квартирке», – говорила уборщица. Но и это был далеко не конец, ведь найти новую работу оказалось непросто, а заработок сестры не позволял обеспечивать двух человек. И скорее всего на этом бы и закончился этот рассказ. Но думаю, как вы уже поняли, это было только начало. Ведь даже сама женщина и представить не могла, что будет дальше. И как говорится, мир не без добрых людей. Когда жильцы комплекса, где целых 20 лет верой и правдой трудилась Роза, узнали о её сложной жизненной ситуации, то они недолго думая решили действовать. Ведь за эти годы для каждого жильца она стала чем-то больше, чем обычной уборщицей. И поверьте, такого точно женщина не ожидала. А всё началось с того, что жители комплекса пригласили Розу сделать уборку в пентхаусе и таким образом якобы дать ей возможность немного подзаработать. Женщина, как и подобает в данном случае, была рада помочь и прибыла на встречу в рабочей одежде и, конечно же, прихватила весь необходимый инвентарь. Когда Роза поднималась в лифте вместе с риэлтором, ей объяснили, что данный пентхаус готовится на продажу и нужно навести в нём порядок. А уже на этаже их, собственно, и ждали покупатели. По крайней мере, так думала тогда сама Роза. Вводя в шикарные апартаменты, риэлтор показал квартиру будущим владельцам. При этом Роза находилась всё время рядом, оценивая свой объём работы. Риэлтор сказал, что здесь есть 4 спальни, 3 ванные комнаты, 2 открытые площадки на свежем воздухе, а также просторная кухня и большая гардеробная. Вся квартира полностью укомплектована дорогой мебелью и всей необходимой техникой, для того, чтобы будущий её владелец мог ни о чём не беспокоиться и точно не тратиться. В это время уборщица ходила за богачами и оценивала взглядом работу, даже не подозревая, что произойдёт уже спустя минуту. И когда риэлтор показал покупателям огромные хоромы, произошло нечто невероятное. Последние повернулись к Розе и спросили, «Роза, а лично вам нравится эта квартира?» На что женщина с удивлением ответила, «Конечно же да». Да и ещё бы, ведь обычная уборщица могла только и мечтать о таких дорогих квадратных метрах в центре Нью-Йорка. Но уже следующие слова заставили женщину плакать. Ведь речь, которую произнёс риэлтор, она не забудет никогда. А знаете, Роза, жильцы этого дома благодарны вам за ваш тяжёлый труд. Они сказали, что вы сделали огромный вклад в этот комплекс, и они восхищены вашей работой. Для них вы являетесь не просто обслуживающим персоналом, но и примером для подражания. И честно говоря, они беспокоятся за вас, ведь вам в жизни сейчас нелегко. Именно поэтому все без исключения жильцы этого дома объединились и решили сделать вам подарок. После чего мужчина посмотрел в глаза недоумевавшей женщине и протянул ключи от этой квартиры, продолжив, «В общем, жители комплекса арендовали вам этот пентхаус и позаботились обо всём. От вас лишь нужно поставить подпись на документах и принять ключи. Эта квартира вам оплачена вперёд на целых два года. Кроме этого, все коммунальные платежи уже включены в счёт аренды. Фактически, вам нужно просто в ней жить и получать удовольствие. И да, поверьте, вы этого стоите». После этих слов была минута молчания, ведь даже после того, как мужчина раскрыл истинный повод приглашения, Роза всё равно не могла поверить, что это действительно правда. Она просто стояла и не знала, что происходит. Но когда мужчины сказали, что это теперь её новое жильё, женщина не смогла сдержать слёз и заплакала. Заплакала от счастья. Всё это было записано на камеру под предлогом того, что покупатели хотят запечатлеть данный пентхаус. И позже видео оказалось в социальных сетях, где за первые дни его просмотрело около 4 миллионов людей. «Мы не могли не поддержать эту женщину. Ей пришлось очень непросто, и каждый из нас может быть на её месте. Мы хотели ей помочь, зная, что она хороший человек. Никто из большого количества жильцов не возражал, когда об этом пошла речь», – говорил управляющий жилого комплекса, где работала Роза. После того, как видео оказалось в интернете, оно быстро стало вирусным. А люди со всего мира оставляли комментарии, в которых хвалили жильцов за добрый поступок. Но и это был ещё не конец. Огромное количество неравнодушных людей предлагали Розе материальную помощь, а также варианты по её дальнейшему трудоустройству. Сама же женщина уже вскоре переехала в пентхаус и забрала к себе жить сестру. На данный момент Роза уже вышла на новую работу и понемногу даже копит деньги на приобретение собственной квартиры. В целом же данная история заставила многих задуматься о смысле своей жизни. И, конечно же, радует, что остались ещё люди с душевной добротой, которые готовы прийти на помощь и стремятся поддержать окружающих. Друзья, берегите себя и помогайте тем, кто в этом нуждается. Также пишите, а как лично вы расцениваете поступок жильцов этого дома. Ну а на сегодня, пожалуй, это всё. Делитесь видео с друзьями и до скорого. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok